Мы уже привыкли, что со сменой поколений машины становятся только крупнее, но остаются похожими друг на друга. В этом плане Mercedes GLA второго поколения оказался исключением. Во-первых, он стал несколько короче, зато заметно шире и выше. И в этом как раз скрывается во-вторых, потому что теперь GLA наконец воспринимается как кроссовер, а не приподнятый А-класс. Хотя ради справедливости укажем, от соплатформенного хэтчбека паркетнику наследовал, например, салон. В итоге модель воспринимается внедорожнее, чего как раз так просила публика. Для тех, кому удобство важнее имиджа, тоже есть приятные сюрпризы. Объем багажника немного вырос, над головами задних пассажиров будет немного больше места. Ключевой момент – пространство между рядами увеличено на 12 сантиметров. Пока представлены только три бензиновые версии. Притом для Европы вообще готова только одна – с маленьким турбомоторчиком, семиступенчатым преселективом и передним приводом. Для США приготовлен двухлитровый двигатель, а у робота уже восемь передач вместо семи. Вдобавок, за океаном сразу будет доступен не только передний привод, но и полный. Что появится на обоих континентах, так это абсолютно сумасшедший Mercedes-AMG GLA 35. Сумасшедший, потому что до сотни он выстреливает за спорткаровские пять секунд. Хотя понятно, что заявленные варианты – только начало, а дальше будут и дизели, и гибриды. Европейский старт продаж отложен до весны. Клиенты из Америки и Китая будут ждать еще дольше, до лета. Когда новое поколение паркетника доберется до нас, российский офис Мерседеса пока не рассказал.